Доброе утро, друзья! Начинаем с того, что ставим как раз это самое утро на полную громкость. И еще делаем вот что. Мне необходимо сегодня показать вам, как я однажды лихо приготовил себе замечательную овощную запеканку. Лето полным ходом в любое время года, друзья. На самом деле, все предельно просто. Просто я и раньше знал, что такое возможно в кулинарии, но попробовать довелось единственный раз. И вы знаете, если честно, я не пожалел. Значит, что делаем? У меня есть всевозможные овощи, которые я собираюсь приготовить. Условно говоря, сделать из них запеканочку вкусненькую и все такое. Для этого необходимо приготовить некий маринад, условно говоря. Не назову его, конечно, маринадом. В полном смысле слова он таковым не является. Но между тем, в порезанный лук и чеснок выливаю одну столовую ложку растительного масла. Немного все это дело солю с пряностями, перчу. И продолжаю туда же все сталкивать, условно говоря. Ну, картофель у меня уже готов. Весь не буду, потому что не хочу, чтобы было прям очень много всего. Зато все остальные овощи, которые вы соберетесь... Нет, наверное, вот так. Можно, знаете что, резать достаточно крупно. Вот чем мне она и понравилась. Своего рода, знаете, такой ирландско-сельский подход. Все очень крупное, все такого фактуриста, как на натюрморте. И поэтому получается, во-первых, полезно, во-вторых, достаточно вкусно для того, чтобы каждый из вас уже потом у себя дома слегка попробовал. А вот набор овощей варьируется в зависимости от того, что у вас есть дома. Правда, честное слово. Вот смотрите, нашел у себя небольшое количество тыквы и прямо сразу ее решил применить. Вообще, должен сказать, что тыква здесь, в этом рецепте, по крайней мере, очень даже важна. Она придает такое, знаете, слегка, но даже не знаю, с чем это сравнить. Вот если вы помните, какого вкуса бывает тыквенный сок. Вот, помните? Очень вкусно, очень интересно. Поэтому тыква здесь не исключение, а, скорее всего, даже благодатное правило. Включайте в свой рацион тыкву вообще и в этот продукт в частности. И я уверен, что вы наверняка будете себя хвалить за сообразительность и вспоминать. Сева-то молодец, подсказал правильно. Ну а что? Вполне стараюсь для того, чтобы вы кушали хорошенько. Смотрите, почти все у меня получается быстренько. Тем более, что, напомню, мы же готовим утром. И я напоминаю тем, кто вдруг проснулся и не знает, что происходит. Это не вечер, это утро. Таким образом, все блюда должны быть максимально быстрее и максимально эффективнее. Немного перца, немного, правда, честное слово. Не хочу, чтобы перечный вкус добавлялся ко вкусу той самой тыквы, которую я точно буду использовать. Что еще необходимо в этом замечательном блюде? Ну, связующую нить, благодаря которой мы вполне могли бы сказать, что все это еще и запеканка. Что это? Два яйца. Разумеется, конечно. Соль, перец у нас уже здесь есть, поэтому я с удовольствием разбиваю два яйца. Дальше остается только перемешать все это слегка-слегка. Поверьте, здесь нет необходимости трудиться и перемешивать как-то там уж и каким-то там, не знаю, супер-ультра-модным способом. Достаточно того, чтобы все овощи последовательно были измазаны в этой самой запеканочке. Ну, в смысле, связующем на свине. Выкладываем дно противня фольгой. Очень даже вальяжно высыпаем наше овощное ирландское рагу вот сюда на противень. Ну, насколько это возможно. Вот так вот по всей периферии. Опа, смотрите, какая получилась морковка у меня. И, соответственно, сообразно тому, что мы собираемся все-таки не потерять сок, закрываем. Все, теперь это можно смело ставить в духовку. Щели оставлены специально для того, чтобы лишняя влага уходила. Я к тому времени надеюсь, что все произойдет своим чередом. Пока займусь вот чем. Здесь необходима еще и зелень. Я думаю, она у меня будет двух видов. Это будет обязательно петрушка, а это будет обязательно укроп. Их необходимо просто-напросто порезать и смешать, пока готовится основное блюдо. А дальше мы с вами уже можем спокойно пробовать то, что получилось. И я думаю, что наши старания этим утром будут вознаграждены сторицей, друзья мои. И не забывайте о том, что утро – это начало дня, и оно обязательно должно быть сытным и вкусным. Дожидаемся. Огород круглый год, друзья, в моей тарелке. Это время пробовать то, что у нас получилось. Напомню, что запеканка овощной ассорти предельно проста, но в то же время весьма удобна и необыкновенно вкусна. Напомню, тыква своей нежностью делает запеканку по-настоящему ценным блюдом. Друзья, все его моккины с вами. Вскоре увидимся. Пока.